итак приветствую всех на канале мотковод с вами я юбок Игорь моя любимая жена Машенька Машенька привет привет итак друзья вчера вместе с вами набирали там пакеты ну сборные те же пакеты безматочные вон с тех улев сегодня заселяем их вот сюда ну и будем наблюдать что будет происходить сколько пчелы слетит сколько не слетит ну можно ли такое делать и ну я так раньше делал меня вполне устраивал результат конечно иногда в некоторых отводках надо было потом забрать лишнюю рамочку потому что как бы пчелы слетели какая-то часть и одна рамочка была не обстежна но вполне меня результат устраивал сейчас уже обед тепло пчелы уже конечно не такие как с утра уже видите какие так что это лучше делать с утра у нас утром не получилось делаем теперь делаем теперь пчелы видите не сидят так как с утра на рамочках вся так буйно но тем не менее надо делать делаем утром посмотрим на обстеженность если что будем забирать рамочку и относить в какой-нибудь другой улей где достаточно пчелы потому что в любом случае какая-то часть пчелы улетит и надо будет надо будет предпринимать какие-то меры кстати вчера я друзья ну когда делали там там ревизию мы с вами сделали только один улей там дальше мы больше не показывали не было времени и там у нас минус одна потеря но улетел у нас один рой неизвестном нам направлении неизвестном нам направлении где клевочка так что ну ребята машенька мне поможет накрыть нажми на палубу друзья пришла очередь до улей дениса фадеева что никак руки не доходили шестирамочный пенополистирольный денис нам его как бы подарил а мы его сейчас будем испытывать сетку накрутил металлическую какая была дома такую накрутил особо там не выдумывал ну и сейчас переложим тут мы взяли вчера три рамочки пакет уже закончился я приложил пересной ящик ну не знаю сейчас как нам удастся это переложить одену масочку ну и виза селим этот пакет тоже отсюда тоже с этих же семей это не пакета так я им не закрываю ни один леток пускай летают на два летка потом когда их их уже ну выйдет расплод расширю до шестёх рамочек и поставлю им перегородочку чтобы ну попробую его как как ну как нуклеус его ну по его назначению его попробую забыл заставную сейчас пока заставную ставить не буду завтра когда принесу им все оплодную маточку сразу же и поставлю и заставную а сейчас пока пускай будет так не знаю друзья как бы это наверно смету веничком друзья и такое бывает и такое бывает и такое бывает так что видите как так неудобно если привык на одно так другого неудобно надо будет как-нибудь пособирать этих пчелок жалко так что я их пособирал значит ты поделись давай я нажму на паузу нажми на паузу да нажми на паузу да нажми на паузу по папке подпомоги Наймешенька так ой друзья и так а вид держу на одну сторону на другую убежал и закрыл непривычно ну друзья и такое бывает, видите я их немного собрал так что ледки им не закрываю пускай летает на оба два ледка ну и потом увидим пока времени нет если честно экспериментировать ничего, совсем не хватает ни на что времени этих что остались, тут стряхнув пускай припрашиваются не хватает времени на эксперименты, так что пускай будет пока так ладно друзья, я работаю дальше итак друзья, смотрим на прием маток а это нет, так смотрим на прием маток нет, цемоя на прием маток еще три дня назад открывали, ну в клеточках так как вам показывали вот эти два уля и тут вдвох все нормально вдвох принято и вдвох уже понемногу начинают сеять сегодня третий день прошел и уже понемногу начинают сеять сейчас вам ее покажу просто один закрыл а вот ходит в середине мы эту вместе с вами ложили в дождь маточку после того вместе ее открывали и вот ходит еще она не очень большая хвост еще не очень большой но тем не менее уже ее приняли уже ходят уже она тут хозяйка в улье так что нормально принимают чередские клеточки да конечно есть вот как в том уле что уже ну что не приняли там что покалечили но тем не менее в большом количестве случаев принимают все нормально друзья сегодня первый раз попробовал ложить ну трухлявое дерево в дымарь никогда раньше не ложил ну проблема то что он горит долго распаливаю как бы все равно лоточными яйцами ну а там где-то есть квадратик но скажу честно я вот сколько там 10 лет пчел держу я первым всегда лоточными яичными лотками а это ну запах такой прикольный я наверное все буду теперь только ими разлаживать прикольно так пахнет ну вообще мне так понравилось ну так яичные все лотки уже за 10 лет надоели как они дымлят а это дает такой ну такой интересный аромат что ну что приятно слушать так что ребята ну я бы показал покажи там а вот так вот такие ну вот эти грибы что на деревьях вот нарезано так кидаем и ну вот такая трухлячь ну прикольно пахнет ну очень здорово ладно друзья я буду дальше смотреть пока из двух первых которые начали двое приняты и двое начинают сеять тут у нас таких шесть сейчас я посмотрю ну и буду работать дальше так друзья дошли мы до последнего отводка значит результат все маточки на месте вот у этой одной вот это последнее тут ну тут пару яиц я только нашел а все остальные уже и сеют ну как сеют есть определенный пятачок засева а это так пару яиц только нашел ну и другие немного большего размера а это так еще не раскормленные и так значит получается результат из шести все шесть на месте а забыл вощину и вот теперь уже когда как бы матку приняли то ставлю им вощину чтобы не погрызли чтобы не погрызли значит результат потому что ребята когда я показывал ну как я как бы подселяю маток там были тоже комментарии мол попробуй так сяк ну интересные конечно предложения я не спорю там ну много интересных было предложений как можно попробовать чтобы приняли ну скажу честно мне просто на это времени не хватает действительно времени не хватает и мне вот этот такой способ подкладки как я подкладывал самый как бы простой и мне он ну вполне меня устраивает по количеству принятых ну как бы процентаж принятых маток вполне устраивает потому что он ну он довольно хороший и и меня он устраивает ладно ребята сейчас еще пойдем на другой тучок там тоже посмотрим такую же процедуру приняли ли там маточки ну и будем дальше что-то делать ладно смотрим дальше друзья уже вечер мы решили не ждать до утра чтобы посмотреть слетела ли пчела тут уже посмотрели триулия ну пчела слетела но не столько чтобы забирать лишнюю ну крайние рамки ну например вот 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 такая вот такая осталась обсиженность так что я думаю что ну где-то конечно вроде бы первым там чуть больше слетело но сейчас вот те вместе с вами посмотрим ну в таком случае забирать рамку не буду лишнюю вполне меня как бы пока устраивает такая обсиженность сейчас еще посмотрим другие вместе с вами может в каком-то и больше улетела потому что вот смотрите сейчас какой у нас будет дождь буря из-за этого мы и пришли потому что утром неизвестно какая будет погода и ну опасаемся ну вот такая тут осталась обсиженность конечно слетела пчела но я думаю ничего тут страшного не будет с кормами конечно у них проблема их надо будет кормить или даже те которые хотя нет тут есть немного корма на этой рамочке могло быть так что те пчелы которые вернулись в улей потом их немного еще пограбили тут маточник израевой какой-то семьи взяли рамочку ну вот так слетела конечно слетела многовато но я думаю что будет все нормально тут расплода много на выходе и думаю все будет хорошо сейчас еще вот следующий с вами посмотрим может придется откуда забрать рамочку ну и тут не буду нигде ничего забирать просто тут немного местами поменяю потому что тут открытый расплод на этой рамочке да вот так наверное местами поменяю закрытый я его кроющий поставлю так что вот таки вот такая обстановка сборных отводков на одном на одном точку делать можно но надо проверять потому что если проверить и через пару дней а пчела если слетело большое количество то можете потерять тот расплод который как бы был ну и посмотрим еще улей Дениса Падеева как тут слетело так мы забыли днем притворного ну хотя и тут нормально так я возьму сейчас притворный притворный мы днем забыли притворный потом наверное я не вытащу ее отсюда а в этом наверное и самая красивая картина но я в этот вроде бы больше всего стряс но хотя вы видели как я его засыпал что у меня много дождь начал капать все кое-как успели держи Машенька так еле успели надо эту крышку приложить чем-нибудь потому что ее может сдуть ну Машенька нажми на паузу сейчас закончим рот итак итак друзья ну посмотрели начинает как раз моросить ну в общем картина я доволен слетела но не страшно так что если кто хочет тоже такой эксперимент а дома сделать отводок то имейте ввиду что если сделали отводок надо вам будет или на утро или вечером посмотреть сколько пчелей осталось в уле чтобы сделать кое-какую рокировку забрать куда-нибудь переложить рамочки а так в общем такое делать можно ну конечно будем еще наблюдать еще может завтра или послезавтра посмотрим принесу в эти семьи медовые рамочки поставлю кроющими чтобы у них был корм ну и пускай пока будут так так что друзья ну буду заканчивать уже дождь падает подписывайся на наш канал кому нравятся лайки кому нравятся дизлайки все всем пока пока